добрый день друзья гости и подписчики моего канала меня зовут полина не знаю какая у вас погода но у нас середина ноября и внезапно началась зима за окном минус 20 пора вязать шапки девочки я конечно понимаю что канал у меня не совсем вязальный но вязать буду на камеру потому что я уже сама все забыла как я что делала и с вашей помощью буду себе такую создавать шпаргалочку вот я уже вязала такую шапку несколько лет назад это у меня был вариант для девочки то есть она вот так выглядит здесь двойной отворот ну и будем такое же сооружать для мальчика только в таком вот темно зеленом цвете так значит пряжу эту я рекламировать не буду просто сразу скажу что я ее называю собачка у нее состав 75 процентов меринос то есть овечья шерсть и 25 процентов шерсть собаки я сначала когда начинал вязать свои первые изделия из этой пряжи я думал что только маркетинговый ход никакой там собачьей шерсти нет но знаете в один момент мне упалось какое-то утолщение непонятное в нитке я думаю что нам такой думал соломинка что ли бракованная кто бы смотрела оказалось кусочек рыбьей косточки то есть я поняла так вот чем совок кормили эти наверно попала вычиски так ну так вижу я этой пряжей в две нитки сейчас я вам покажу как это делается две нитки от одного клубочка вот видите вот она нитка она уходит внутрь матка я вот ее потихонечку потихоньку вытягиваю вот я вытянула это один конец потом я залазь вот внутрь подхватывают там как можно поменьше конечно уж как подхватиться и выдергиваю вот у меня получается такой вот моточек моточек этой пряжи я его расправляю и нахожу второй конец вот он но потом два конца соединяю расправляю все и получается так что я могу вязать сразу в две нитки и от одного клубочка так вязать эту шапку я буду на круговых спицах я уже здесь начала так сейчас погодите секунду все запуталась так вот она у меня так выглядит круговые спицы спицы я брала номер пять но какой вы возьмете номер это уже знаете от вас зависит от того как вы вяжете плотно или свободно вот я так значит вообще как определять номер спицы так как я вижу в две нитки вот я взяла эти две нитки мне до их сложить на двое то есть в данном случае получается 4 слегка вот так вот скрутить и посмотреть спицу то есть вот толщина вот этой вот пряжи должна соответствовать толщине спицы то есть так вот мы это определяем так для начала вязание я набрала 80 петель вот и начала вязать начала вязать простой резинкой один на один то есть одна лицевая 1 изнаночная и вот так меня до вязать и вязать двойной подгиб для моей шапки недавно анекдот услышала говорят что вязание успокаивает так вот я пока училась вязать я научилась материться все блогерши которые везут как ведут каналы по вязанию обязательно показывают как не вяжут лицевая изнаночная лицевая изнаночная этот процесс он настолько захватывает зрителей замечала что я сама смотрю я залипаю на этих моментах из готова смотреть как там ну лицевая идет изнаночная вот но будем вязать тоже немножко вот я на камеру повязала ну и жуток рассуждаю есть такой девочки праздник называется день международного вязания на публике так что вот немножко я повязала на публике поздравляю вас всех с этим праздничным событием так вот смотрите вот такое полотно я вижу менда связать 23 сантиметра значит напоминаю набирала 80 петель вяжу на круговых спицах спицы на одной мне неудобно работать я подключила еще одну вот у меня две спицы в работе круговые и работаю с ним нужная длина резинки связано и теперь можно переходить к вязанию основным узором основной узор представляет собой косу связанную на 12 петлях и узор из косы отделяет друг от друга дорожка из лицевой петли там еще изнаночную то есть получается у меня раппорт моего узора 15 петель для того чтобы дальше мне работать мне надо к моим 80 петлям которые есть изначально равномерно добавить еще 10 петель и я хочу одновременно с прибавлением начинать сразу распределять петли и для дальнейшего вязания узора значит чтобы мне не путаться вот видите я везла просто такие канцелярские скрепки и равномерно их на полотно добавил то есть 10 петель я наметила места те где мне надо будет добавлять петли петли я буду провязывать сокрещенными из поднимать из узора быстро сказка сказывается не скоро дело делается давайте посмотрим что здесь у меня получилось остановилась я девочки чтобы показать вам две вещи во первых это я связала 100 грамм пряжи то есть если вы сделать хотите просто шапочку с одним отворотом можете учесть что для этого вам вполне будет достаточно мо . 100 граммового то есть на этой шапочке около 30 сантиметров у вас спокойно получится момента продолжать вязать дальше этого первых во вторых давайте посмотрим на то как вяжется этот узор коса значит вот в этом месте ведь я когда распределила все петли для раппорта я провязала четыре ряда потом сделала вот такой перекрест то есть три петли оставила на вспомогательной спицы за вязанием и провязала вот эти три петли потом подхватила 3 петли со вспомогательной спицы и продолжила вязание точно такой же перекрест только в зеркальном отображении сделала и с остальными на шестью петлями теперь после этого пересечения я вижу ровно 8 рядов то есть вот как идет распределение 12 лицевых изнаночная лицевая изнаночная 12 лицевых то есть такой порядок я повторяю 8 рядов сейчас я сделаю вот еще один точно такой перекрест и всего вот таких перекрестов мелан сделать так раз два четыре штуки конечно расход петель для каждого изделия для каждой пряжи для каждой рукодельницы может быть разным поэтому вы по мере вязания своего изделия ориентируйтесь конечно ту пряжу которую вы располагаете я недавно смотрела мастер-класс там женщина рассказывала про то как можно связать пинетки крючком ой пинетки в виде кет и мне очень понравился комментарий когда там одна женщина написала знаете вязала по вашему описанию большое вам спасибо у меня получили замечательные тапочки 37 размера так что вот перехожу к завершающей части моего вязания я провязала узором коса примерно 14 сантиметров вот у меня получилось эти четыре вот таких вот перекрещивания пусть только я сделал последнее четвертое я провязала еще один ряд по рисунку и потом приступила к убавлению петель то есть видите меня получается здесь таких шесть элементов и вот с обеих сторон я делаю сразу убавление то есть здесь провязываю 2 вместе и здесь 2 вместе здесь 2 вместе здесь 2 вместе потом следующий ряд я провязываю прямо в соответствии рисунком в следующем ряду был поступку получается то же самое и вот посмотрите так вот у меня выглядит это в той другой моей шапочки которыми я служит образцом для вязания таким образом доделываем макушку макушечку я довязала свободные петли которые у меня остались я собрала на ней нитку ну то есть я ее обрезала со спицы собрала вот у меня остается этот свободный край и такая у меня сформировалась макушечка эту нитку я сейчас хорошенечко завяжу закреплю и спрячу на изнанке в полотне а давайте так примерно посмотрим как будет выглядеть эта шапка уже собранная в готовом виде то есть вот примерно вот так вообще конечно девочки к вопросу о том стоит вязать не стоит сколько это стоит и так далее скажу так на пряжу я покупала два моточка ниток по 200 рублей каждый то есть на пряжу у меня ушло 400 рублей вот остался еще небольшой моточек ну посмотрю подумаю что из него еще можно сделать шапка у меня получилось достаточно такая симпатичная шапки связанные курсами на удивление очень хорошо смотрятся и и с удовольствием у меня сыновья носят такие шапки они смотрятся очень брутально очень интересно вообще конечно я когда вязала душ так ну такие шапки по-моему первый раз связала сыну он пришел в такой шапке в школу и его друзья стали над ним смеяться то есть ха 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 там тебе мама связала а он сказал а вы знаете а мне мама связала а вам грязные китайцы в подвале сидели эти шапки вязали и все смех прекратился девочки подписывайтесь на канал ставьте класс заходите еще с вами была полина все пока пока и до новых встреч